112 городского округа Химки, оператор Тайхман. Здравствуйте, что случилось у вас? Кому-то нужен врач, кто-то попал в ДТП, а где-то горит дом. Причины, по которым люди звонят в систему 112, самые разные. За смену более полутора тысяч обращений. Всем операторам приходится быть в какой-то степени психологами, потому что люди звонят в разных эмоциональных состояниях. Кого-то нужно успокоить, кому-то нужно, так скажем, донести информацию, что помощь придет вовремя. То есть, да, мы все отчасти психологи. У психологов системы 112 четкий алгоритм действий. Необходимо заполнить бланк со всеми данными обратившегося и перенаправить его в экстренные оперативные службы. На все максимум 75 секунд. За смену один оператор отвечает в среднем на 300 звонков. Правда, в условиях пандемии работы добавилось. У нас была разработана информационная инструкция в связи с коронавирусом. Нам приходится консультировать заявителей по этому вопросу. Многие обращаются и просто получить информационную какую-то поддержку. Например, узнать, как работают волонтеры, куда можно обратиться в той или иной ситуации. Например, те же самые бабушки звонят за помощью, чтобы можно было продукт, доставку продуктов организовать. Система 112 идет в ногу со временем. Теперь обратиться к операторам можно не только, позвонив по всем известному трехзначному номеру. Поддержка стала доступна с помощью СМС-сообщений, мобильного приложения или программы Скайп. Чтобы избежать хулиганских звонков, специалисты внедрили голосовые уведомления. Теперь, если телефон без сим-карты звонит, ему дается сообщение, что человек дозвонил в систему станции Московской области. Если он нужен, ему какую-то помощь оказать, он должен определенные действия с клавишами сделать. Однако на этих нововведениях не останавливаются. Сейчас в городском округе Химки тестируют обращения граждан для записи в поликлинику к специалистам узкого профиля. Успешность программы покажет время. Надо понимать, что за систему 112 у многих жителей, к сожалению, складывается такое ошибочное впечатление, потому что поступают повторные звонки, где скорая моя, я вызывал наряд полиции и прочее, что службы 112, операторы, они не отвечают за реагирование служб. В этом случае надо понимать, что есть свои внутренние регламенты, приказы Минздрава, приказы МВД, приказы МЧС, которые регламентируют выезд служб, ответственных за реагирование к месту происшествия. Задач немало. Со всеми благополучно справляются вот уже пять лет. 1 июня 2020 года система, развернутая на базе отдела единой дежурно-диспетчерской службы «Химспас», отметила свой юбилей. За время существования операторы подняли трубку более полутора миллионов раз. И не исключено, что большинство обратившихся спасли жизнь. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, Новости, Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова